Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами мыльная пена с последними новостями о звездах Латина. Начнем с Дженнифер Лопес. Судя по всему, у нее кризис в отношениях с молодым возлюбленным Каспером Смартом. Еще в декабре появились настойчивые слухи, что Дженнифер подустала от своего бейфренда, точнее от его незрелости и инфантилизма. И даже стала поглядывать на других мужчин и плертовать с ними. Ну, называли имя Райана Гусмана, который стал партнером Лопес в одном из ее новых проектов. Дженнифер хранила гордое молчание, а Каспер стал очень активно опровергать сплитни. Ну, правда, люди, близкие к паре, утверждают, что Каспер предпочитает проводить время с детьми Дженнифер, а не с ней самой, что, в общем-то, неудивительно. Разница между Лопес и Смартом 18 лет. Ей 45, ему 27. Вот и посчитайте сами. Совсем недавно события понеслись просто вскач, как лошади, сбежавшие из горящей конюшни. Началось с того, что Смарт, опять-таки по причине своей, видимо, незрелости и недостатка, так сказать, мозгов, поместил в Инстаграме фото с очень откровенными комментариями, обращенными к другой женщине. Этот самый секстинг, ну, текстинг, секстинг, понятно, да, значит, секс и текстинг, все это вместе образовало такое интересное слово. Значит, этот самый секстинг очень сильно испортил отношения парочки. Теперь они находятся на разных концах Америки. Она на Западе снимает новый проект. Он на Востоке пляшет из последних сил. И пишут, что вместе они лишь, так сказать, технически, формально. И когда они расстанутся, это вопрос очень ближайшего времени. Ну, думать надо было, прежде чем такие вещи делать. Хотя говорят, что и до секстинга отношения у них уже были, как бы, достаточно натянутыми. Ну, что, думаем, что следующий кавалер Дженнифер будет еще младше. Ну, в общем, есть куда стремиться, можно уже и до школьников дойти. Хотя с такими тенденциями, ну, в общем, странно, конечно. В 45 баба-ягодка, конечно, опять, но может лучше себе мужа завести, а не очередного ребенка. Следующая история пока не имеет документальных подтверждений в виде фото или видео. Но журналисты уверяют, что это чистая правда. И что фото в редакции есть. Ну, так вот. Застукали Улья Малеви и Химену Наварете в отеле в Майами. Якобы они провели там два дня вместе. Их видели там многие люди. Ну, что, бедная Елизабет уверяла, что пресса все врет. Отношения у нее с Вилли так хороши, что просто лучше не бывает. Ну, что, теперь ждем выброса фото с последующим публичным мордобоем. Хотя на месте Елизабет можно было бы просто ободрать неверного муженька финансово. Пусть платят алименты детям и алименты Елизабет за разочарование в любви и в человечестве. Будет справедливо. Уж какие столько скандалов с неверностью Леви она не пережила. И Майти Перроне, и Жеклин Баркамонте. Чего стоила эта история с малолеткой и принуждением к оральному сексу. Ну, в общем, на наш взгляд, Елизабет просто святая. Святая и заслуживает гораздо лучшего, чем то, чего она имеет. Еще одна парочка попалась на глаза папарацци. Это Себастьян Руль и Анжелик Бойер. Не нашли ничего лучшего, как начать целоваться на публике. Фото существует, но не публикуется по причине недовольства телевизорского начальства. Дело в том, что сейчас идет как раз новелла с Себастьяном и Анжелик в главных ролях с очень высокими рейтингами. Только что запустилась новелла Эльгуэра Кастро «Ла Малкерида». И, в общем, не хотят они, чтобы был скандал. Понятно, можно понять. Ну, и теперь понятна еще одна вещь. Почему Эльгуэра Кастро поместила в своем твиттере очень красноречивую фотографию? Смотрите сами. Рога. Ну, понятно. Ну, что можем сказать. Некрасиво повел себя Себастьян. Считался чуть ли не другом продюсера. Праздники вместе проводили. Да проводились. Рассели в глаз. И, пожалуйста, недолго музыка играла. Увел, так сказать, у друга женщину. Его мечты. Ну, а теперь у нас грустное известие. Даже, в общем, не знаем, с чего начать. Лорена Меретана. У нее обнаружен рак груди. Причем очень агрессивный. Ей назначена уже химиотерапия. Она молодец. Она присутствие духа не теряет. Верит в хороший исход. Друзья ее поддерживают. Ну, в частности, ее партнер по двум новеллам. Женщина моей жизни, хищники Марио Семаро. Ну, и мы желаем Лорене скорейшего выздоровления. Есть куча примеров, когда с этой болезнью справляются. И очень успешно. Ну, вспомним. Адамария Лопес, Лорену Рохас, Даниэлу Ромо. Ну, что, в общем, у Даниэла Ромо как раз совсем недавно это все происходило. В общем, все у нее сейчас в порядке. Так что верим в полное выздоровление этой прекрасной актрисы и очень красивой женщины. Ну, вернемся к Марио Семаро. Ему на днях исполнилось 43 года. Поздравляем нашего любимого актера. Желаем ему скорейшего выздоровления, ребята. Хотя можно это и выздоровление, потому что лень – это болезнь. Так вот, желаем ему скорейшего возвращения на экраны наших телевизоров. Кстати, его поздравляли и многочисленные фаны, и коллеги. Ларина Меретано, Данна Гарсия, Роберто Вандер. Оставили в его твиттере очень теплые слова. Интересно, что поздравили его и от имени Телемунду, что логично. Сказали, что твой дом Телемунду тебя поздравляет. Поздравили его от имени мексиканского Гала ТВ, где шли новеллы с его участием. Причем с очень хорошими рейтингами, особенно последняя Эль Куэр под Эль Десео. Но поздравили его и от имени Унивесьон, что уже интересно. Может там что-то наклевывается, какая-нибудь работа. Хорошо бы. Считаем, что хватит дурака валять, пора и поработать уже. Ну и последняя новость у нас на сегодня. Гарри Гейтнер, кажется, довыступался. В прямом смысле этого слова. Высказался в очередной раз в присущем ему добродушном стиле про коллегу по новелле «Либре пара Марте Глорию Треви». Сказал, что провалом новеллы обязана только ей. Она не актриса, ничего она не знает, не умеет. Руки, ноги у нее левые, характер отвратительный. И вот, если бы не она, тогда какие были бы рейтинги, просто зашибись. Ну и, соответственно, когда он это все говорил, он, наверное, думал, что ему за это ничего не будет, как всегда. То есть как он грязью не обливал своих коллег, ничего ему за это не было. А сейчас, понимаете ли, обломся. Дождался он реакции от телевизорского начальства. Они были очень недовольны. Ну просто очень. Речь идет о том, что наш говорливый колумбиец может заработать вету от телевизора. И не возьмут его больше ни в одну новелл на этой студии. Какая жалость, правда? Ну, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok